МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попробуйте передать. Слушаюсь. Руках, Коля! Слыхать? Поймал! Мишка, звони в колокола! Радиолюбительство, как понятие, пришло к нам после Первой мировой. Еще на заре советской власти в 18-м году в стране была создана первая Нижегородская радиолаборатория. Ленин высоко оценил перспективу донесения информации во все уголки страны без использования проводной системы и бумаги. Для неграмотной аграрной страны радио – это истремление в далекое будущее. Под шорохе помех радиоэфира многие мечтали об эре светлых годов, эре счастливого завтра. В общем, государство помогло ресурсами и пропагандой, и число радиолюбителей начало расти в геометрической прогрессии. А знаешь, Миша, если нашу антенну кто тронет, я тому все руки и ноги пообрываю. Правильно, Гена? Ребят, работает как итальянский. А ты видел его итальянский? Не видел, но услышал. Тихо. По стране Советов. В Москве полным ходом идут работы по строительству нового телеграфа. В 24-м году советское правительство приняло закон о частных приемных радиостанциях, разрешающий сборку и установку приемников для радиослушания. Надо отметить, что в СССР, как и в любой другой стране, существовал контроль в этой области. Жесткость мер диктовалась политическими соображениями, а в отношении радиопередачи в основном техническими ограничениями, связанными с обеспечением порядка в эфире. С началом Великой Отечественной любительские радиостанции замолчали. Энтузиасты радио ушли на фронт на защиту Родины. Верным другом каждого радиста стала армейская радиостанция. Этот суровый военный экзамен советские радиолюбители выдержали с честью. В послевоенные годы радиолюбительство набирает обороты. За короткое время в стране было создано 96 клубов под руководством ДСААФ. И это теперь становится военно-техническим видом спорта. Итак, начнем соревнования. Прием со скоростью 200 знаков ведут чемпион чех Словакии Генрих Ченчура, Веслов-Высоцкий, рекордсмен Польши, Советский радист Сомов, рекордсмен страны. Победителем окажется только тот, кто успеет принять и безошибочно записать на машинке наибольшее количество букв. В Московском парке Измайлова собрались лучшие мастера короткой волны из Болгарии, Венгрии, Германской демократической республики, Румынии, Чехословакии, Швеции и Советского Союза. С помощью радиоприемников с направленными антеннами участники состязания должны последовательно обнаружить местонахождение лис, замаскированных радиопередатчиков. Надо отметить, что советские радиолюбители серьезно занимались и конструированием, а всевозможные смотры выставки лишнее тому подтверждение. В Ленинградском доме обороны открылась 12-я всесоюзная выставка творчества радиолюбителей конструкторов ДОСААФа, А это своеобразный радиокомбайн конструктора Воробьева. В нем магнитофон, проигрыватель граммофонных пластинок, радиоприемник и даже телевизор. Астрахани. На крышах домов за последнее время появились не совсем обычные антенны. Это антенны для приема телевизионных передач. А вот и телецентр. Он построен радиолюбителями Астрахани. Радио – вещь весьма занимательная. Каждое поколение молодых радистов с увлечением осваивало радиоэфир, где нет барьеров и границ. Добрый вечер, дорогой друг. Англия и Румыния, Норвегия, Франция, Венгрия связаны с советским городом Калининградом. В доме пионеров своя радиостанция и кружок радиолюбителей. В 60-е годы в стране на радиотехнические факультеты конкурс чуть ли не выше, чем в самые престижные институты и академии. Молодежь бредит радио. Принцип работы синхрофазотрона. Костя, как слышимость? Как слышно? Как меня слышишь? Прием. Понял, понял. Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя. Отвечаю на первый вопрос седьмого билета. Трудно назвать другую область массово-технического творчества, которая заключала бы в себе столько романтики. Радиолюбитель Коротковолновик, проводящий бессонные ночи за телеграфным ключом, испытывает те же чувства, что и путешественник. Как говорил физик-академик Сергей Вавилов, советское радиолюбительство носило и носит в себе идею служения своей родине, ее техническому процветанию и культурному развитию. Вот такие бренды советской эпохи. Продолжение следует...